Салам алейкум, да старт, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чегеля, вот это реакция на 20 серию сериала Саке, финальная серия Саяц Амадович, еще увидимся. Очень хорошее, очень хорошее название серии, такое многообещающее, то что все-таки возможно, мы увидим третий сезон, так, давайте смотреть, что там произошло в конце серии, надеюсь все нормально, и, ну, Ильяс, я думаю, все-таки поймает. А с Саятом все будет хорошо, ну, надежды такие, ну, как хорошо, посадят, на Ят. Свет, музыка, барабанная дробь. Че это? Старший прокурор отдела прокуратуры Ултавского района. Ты что любала? Теперь у нас будет свой дом. Теперь ты понял, кто я такой? Е-хей! Старший прокурор Ултавского района. Понимаете, вы и правильный. Илька Наскатович. И че, Илька Наскатович? Прокуратура! О, ассаламу алейкум! Давай тендеры вместе убивать. Дом купишь там, машину, себе, жене. Есть одно дело, где ты и я можем нормально позаработать. Прокурор. У меня был и есть свой интерес. Ты же не зря все это время правильным человеком был. А я, ты в жопу. Мне сейчас надо с твоего агашку хлопнуть. Не прыгай выше головы, понял? Все, принял. Ваша задача конкретно их сразу взять, понятно? Мама? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Наскатович. Папангельда. Ух ты, такая игрушка. Красный. Смотри. Ты что, так долго? Это, чтоб сюда доехать, надо вот на такой машине ездить. Наш Аким совсем не работает, ни хрена. Малыш вырастет. Акимом станет. Дороги починит. Людям поможет. Эх, поможет. Своя мама. Я большим стану. Я вам большой дом куплю. Сейчас. Смотри, у меня тебе еще один подарок. Завтра в школу в галстуке пойдешь. Ты уже должен как Аким ходить. Вам понятно, Саяц Аматович? Ай, молодец. Давай выздоравливай. Болеть это плохо. Болеть некогда. От него не болеют. А, это же у Ирины Халятовны был мальтишка. Где они? Фалата какая? Быстрее. Кто? Родители. Умаровы. Авария. Что, каждый день кто-то в аварию попадает, что ли? Да тыкай ты эту кнопку. Быстрее. Подождите мне много. Вы же ведь и я ищу. Нет, слышишь ты? Ты знаешь, кто это такой? Саяц Аматович, можно я поговорю? Девушка, к вам недавно привезли двух больных после аварии. Фамилия Умарова. Я знаю, они в реанимации. Но вы туда все равно не сможете. Я попаду, я хоть куда попаду, понятно? Саяц Аматович, пожалуйста. Где реанимация? Прямо по коридору и направо. Раньше, раньше так можно же было, блядь. Тупишь, блядь. И бахилой оденьте. На голову себе одень, дура, блядь. Придурок. Как они? Ну, у мамы состояние критичное. Она потеряла очень много крови, потому что удар пришел, она ее спорила. Ну, вы не переживайте, все будет хорошо. Слушай, не говори мне это слово, не переживайте. Больной, что ли, блядь? У меня родители почти в реанимации, блядь. Не переживайте. Папа как? Папе повезло больше, он уже в сознании. Ну, вы нормально сидите, кайфинг, смайфинг, все делаете? Конечно, конечно. Ого, все хорошо? Да, отлично. Вот это МРТ, МРТ как там называется? Сделали? Да, МРТ только завтра сделаем, потому что пускай еще в себя придет лучше. Охрена завтра, почему не сегодня? Дело в том, что у нас в больнице нет МРТ. Вы что, охренели что ли? Это ж четырнадцатая больница, у вас два аппарата должно быть. Где МРТ? Мы его сдаем в аренду в частную клинику. Как в аренду? Вы что, больны что ли? Я не понял, на каком основании? Как на каком основании? Ну, все же обговорено было, ну… Так вот, по поводу МРТ, мы бы его хотели сдать в аренду в частную клинику. Ну, просто у нас государственная больница и все эти процедуры происходят в бесплатном порядке. А в частной будут платить. Ну, а от нас, разумеется, большой рахмет. Я там в Саке переговорил, а там дальше нормально будет. Вот так вот. Слушай меня, мне насрать с кем ты там договаривался, что вернул сегодня же это конченное МРТ. Как сегодня? Как увезли, так и привезете, понял? Или я тебя кончу и все, кто в этом замешан, ясно? Убежал отсюда. Хорошо. Валера, трочно ко мне в кабинет! Че посеешь, то и пожнешь тьеносы, походу. Блять! Так вот. Слушай, Даврен. Ага. Ты там ни в коем случае не подавай виду. Веди себя уверенно и не бойся. Да не, я боюсь. Я своя смс, что мы погуляли вактор, менеджер взял. А шеф был прав, да? Эти помощники всю информацию и без давления могут слить. В смысле? В смысле. Самое главное, этому Ильясу не проболтайся. Да не буду я с ним разговаривать. Так тоже не надо. Ты с ним поговори. Может там какие-то там дополнительные информации есть. Скажи что-нибудь там. Что-нибудь еще есть какие-нибудь там другие дополнительные движения? Как? Клайда Миловна. С ним же Саят сама ты еще разговаривал только. Ну ничего. Скажи, Саят сказал. Нам больше информации нужно. Твоя задача больше информации от них получить. Понимаешь? Понял? Понял. Точно понял? Нет. Блин. Как это Саят с тобой работал, блин? Нормально. Мне аж жалко его стало. Просто передай деньги ему, скажи. Вот те деньги за тот дом, который мы незаконно узаконили. Хорошо? Можно я со своими словами, а? Отсадат, вообще-то, ну-ка. Что с тобой? Ну, хорошо. Угу. Скажи своими словами. Что? Скажи. Ну, самое главное, ты когда будешь передавать деньги, он должен потрогать эти деньги, взять на руки. А, окей. Сам не трогаешь. Сам не трогаешь. Он трогает, ты не трогаешь. Я не трогаю. Понял? Все. А у меня есть предложение, можно? Говори. Короче. Я не трогаю. Я покажу. Ахшаны берем, беру. Бергенега была ала. Потом направлены вопросами. Нужно создавать информацию. Ужимаю информации, бэм, слева. Говори, в ад, джи матера, поджигание. Трогу. Слышен, вылезли. Я ищусь, я ищусь, фанаты. Нужно аху, фанаты, делай, джинер. Ужимая машина, вылезли. Слышен и золотой. хорошие, ты че сделаешь, мразь, и бац, это нехто, как кино, а, ну как тебе, не надо кричать мне, просто передай деньги, не кричи фас, нет фас, фас, фас жог, фас жог, ноу фас, ноу фас, нет, нет фас, 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 ф Как я и могу быть, если у меня родители при смерти? Кейшернс. Что там у тебя есть? Ну, пока не совсем все понятно, собираем общую картину. Нахрена тебе какую-то картину составлять? Тебе камеры есть? Посмотри в камеры. Дело в том, что на том участке камер не было. Они там отсутствовали. В смысле? У нас везде камеры есть. Какая улица? С Обитого. Что, у нас на собитого камера есть, что ли? По смете-то есть, а по факту, к сожалению, нет. Вообще, как все произошло-то? Ну, все так получилось, что вашему отцу вбок въехали, плюс воитель еще был пьяный. Пьяный? Да. А почему вы не задержали тогда? Да мы задержали, начали составлять протокол, за него позвонили, попросили. Плюс он является сотрудником вашего акимата, вашего управления. В смысле, он с нашего управления, что ли? Асылханов Амелиев. Кто такой Асылханов? Как кто, шеф? Асылханов? Вы что, забыли? И предлагаю этого Асылханова вообще снять с должности. Он же третий раз попадается в нейтрезвом состоянии. Ну, ничего страшного, языки, с кем не бывает. Завтра звонки эти, оно нам надо. Остается, пусть работает, не трогай его. Хорошо. Но я о вас предупредил, Савяя Самоплевич. Угу, предупредил. Жестко. В любом случае, его надо задержать. Ну, вы же понимаете, опять начнут звонить, просить, но на меня надарят. Да мне пофиг, кто на тебя будет давить. Мне насрать. Слушай, языки, разберись. Кто будет звонить, скажи я. Все решаю я. Все скидывайте на меня. Пресс-службу. Я не знаю, что там, общественный резонанс, телевидение. Все, позовите, сделайте этот резонанс и все, никуда они не денутся. Я ответственный, мне похороны-то мои родители. Понял? Хорошо. Но все-таки, шеф, а если я начну звонить, упрекать, зачем нам врагов наживать? Бля, Аза, не сейчас. Чего ты меня извишь? Делай и все. Давай, кончу эту тварь. Савя Самоплевич, если вы даете добро и под вашу ответственность, я обещаю, я кончу всех на этом районе. Все, вперед. Есть. Жестко, конечно. Попроси там, врача, медсестра, таблетка моя, бреденький, бас. Смотри что-то. Затупит. Ну, затупит же. Делаю вставку, господа. Затупит. Ну, затупит же. Делаю вставку, господа. А, доверен? Да. Ага. Классно. Слушай, че у Саяца телефон отключен? Где он? Да ты пошел. А, у него же, это, родители же в аварию попали. Говорят, при смерти. Живые ходят? Пока, да. 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 Волганокин. Ну, да ладно. Че в сумке? Продукты на месте? Какие продукты? Там же деньги. Эй! А, извините, понял. Продукты на месте, пятьсот тысяч продуктов. Бывает же такие тупые. Ладно, я считать даже не буду. Все, свободен. Вот и все. Нет, подожди. А ты че здесь стоишь? Кстати, перечитайте деньги, а то, багомонды проблемы керегамис. Жизоладжет пиалдык, таврина алкетиден, такое было бы у меня. А, кстати, этот, Элья Шамартович, Саяца сама же сказал этот, не, доля сна алкельдепп. И движение буса альциншиттеда. Саяцам я сам рассчитаюсь. Какие движения? Пошел вон отсюда. Илюк, я не понял. Но не бездина, а что с раптором? Видишь? Тупой. На, держи. Не, не надо, это не мои деньги. А че тогда здесь стоишь? Пошел вон отсюда. Фас. Смышьте фас. Фас. Я много куклет, долбан. Фас! Фас. 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 больницу отвезут, там прям все будет классно. Живок балан мне надо, очень хорошая больница, здесь такие хорошие доктора, так хорошо за мной ухаживают, ты мне лучше скажи как мама, я помню удар был с ее стороны, потом я отключился. Не переживайте пап, у мамы все хорошо, сейчас ее в общую палату переведут, я уже видел с ней, чуть позже вас тоже переведут, хорошо? Не переживайте, тех уродов мы поймали. Хорошо балан, ты же видишь какое состояние, позаботься о ней. Вы главное не переживайте и все. Ты знаешь, балан, в народе говорят, за грехи родителей отвечают дети, а за грехи детей отвечают родители. Ты знаешь, мы в эту аварию не зря с мамой попали. Саят, это знак какой-то. Ну какой-то знак, это просто так получилось. Саят, не перебивай меня балан, ты знаешь, ты Аким целого района, поэтому я всегда тебе говорю. Балан, работай для народа, работай для народа, ты знаешь, мы с мамой рано или поздно, предстанем перед Богом, и поэтому ты сделай все, пожалуйста, чтобы нам с мамой не было стыдно за тебя. И еще, мы, сынок, на этот мир приходим голыми и уходим голыми, поэтому все, что вы наживаете, дворцы, машины, доллары, ты не заберешь на тот свет. На тот свет, балан, ты заберешь две вещи. Это совесть свою и грехи, поэтому я тебе всегда говорю, работай честно и знай, балан, что бы ни случилось, я всегда буду тебя любить, я всегда буду тебя поддерживать, балан. Ахмед, у вас тоже все. Как ты быстро вырос, сынок. Жанна Минга, а бабуша. Поспите во всем. Тоже, а здесь все хорошо будет. Играет музыка Как вы, Шур? Нормально Родители как? Спасибо, уже лучше Слушай Давайте с этим говном сам разберись Я чуть батей попаду Конечно, я все сделаю Слушай, если что, меня нет Я телефон отключаюсь Если прям что-то срочно, я здесь Все, шеф, принял Вы это Не переживайте Все будет хорошо Конечно Все будет хорошо Ладно Папа, где? Шеф, шеф, шеф Все нормально Сама-то в другую палату привели В обычную Состояние улучшилось, я просто не хотел вас бы уйти Точно, да? Точно, точно Все нормально, не переживайте Ох, бля Хоть одна новость хорошая Присядем Шеф У меня есть новость Че там у тебя? Шеф По вчерашнему вопросу Все отработали Кого надо, уволили Того урода уже взяли Можете не переживать Красавчик Тут Десять момент Просто антикор Вчера Кто замешан с этим домом Все взяли Ну там начальников управления С архитектуры Ну и Ляса с Двореном тоже взяли Я в курсе Честно насрать Поехали в антикор Сразу сдамся Че бегать от них Шеф, вас же не вызывали Смысл туда ехать? Тем более нас В городской акимат вызвали В смысле нахрена? Ну, за Макима хочет переговорить Сыч Ну Че за глупый вопрос Понятно, для чего он меня вызывает Надо задним числом уволиться Потому что завтра меня антикор повержет Я же могу кому-то там Репутацию испортить Ну, поехали Просто я не могу понять Тебя зачем вызывает Не знаю Странно Ладно, кит Вот он, кит Наверное О, у меня такой же графин Саят Саматович Азамат Ерланович Я не зря пригласил Именно вас двоих Аким Города хотел Лично вас принять Но после последних ваших событий Он как-то не хочет мараться Саят Саматович Вы уже в курсе Сегодня у вас снимаю с поста Теперь вместо вас Временно обязанности будет исполнять Азамат Ерланович Вот, Саят Саматович Теперь по вам За долгие годы вашей работы У меня накопилась следующая информация Что по Чапаевскому Что по Лутавскому району У вас были практически Одни и те же проблемы Начиная с мелких нарушений Заканчивая Обороним госбюджетом И вот По этому дому Я все знаю о вашей работе Изначально, когда Аким Города поставил вас Акимом Чапаевского района Вы как-то сумели Показать хорошие результаты Но теперь мы понимаем Что это Спорный момент В общем, Саят Саматович Вы не справились Своими обязанностями Таким образом Вы подставили не только себя Но и нас всех Поэтому Вы должны уйти в отставку Хорошо Просто мне интересно Кто на меня Столько информации собрал Слушай, Саят Мы же тоже тут Немату катаем И вообще Ты мне не понравился С первых дней Я говорил шефу Что ты хитрожопый Я внедрил К тебе своего человека Он тоже думал Что ты правильный Но в итоге Он понял Что ты такой Какой ты есть Ну Раз разговор Такой пошел Все равно Я уже увольняюсь Мне просто интересно А кто это Сейчас все узнаете Деда Тут вся информация А, ну да Азамат Здесь вся информация Вся Азамат Далья Азамат За все эти годы Которые работали ССССР Я собрал Все документацию О нарушениях В тендерах Все коррупционные схемы а также были превышения должностных полномочий со стороны Саэта Саматовича. Ну, так сказать, вся документация нарушений и о работе Саэта Саматовича за все эти годы в этой папке. Шеф ознакомлен. Мадолит Камбекович, я от себя хотел добавить личную характеристику. Во-первых, Саэта Саматовича... Подожди. Мне не нужна твоя личная характеристика. Мы с шефом решим этот вопрос. Ты давай работай, ну а ты пока отстранен. Наконец-то. Так вот. Представляешь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Учайно. Солайн, да, языки? Кстати, я твой кабинет уже освободил, свои вещи забрал. Можешь приступать к своей работе. Рахмет. Слушай, внутри у меня все-таки такой, знаешь, осадок остался. Два года, да? Два года ты мне пудрил мои мозги. У меня такое ощущение, что я был твоей тёлкой, а ты моим парнем. Вот мы ходили два года, и потом я узнаю, что ты, как раз, женат. У тебя ещё пятеро детей, заодно ещё под Акимом ходишь. Не дай бог такую девушку. Бля. Ну, я заслужил. Был шанс, давали шанс. Профукал я. Всё-таки, всё по справедливости. Знаешь, когда вот родители в больницу мне попали после аварии, мне там батя одну вещь сказал, вот прям вот. Душевную. Не важно, как. КМБ, антикор, прокуратура. Завтрак. Когда мы с мамой попадём на небеса, самое главное, чтобы нам не было стыдно за тебя перед Богом. И батя прав. И батя прав. Согласен. Савид Саматович, кто его знает, всё может быть. Может, вас и не посадят. Если хотите, давайте я вам найду нового хорошего адвоката. Не надо, Атики. Ты всё, что мог, сделал. Тем более, там пытался за меня отмазать. Не надо. Да я вас не отмазывал. Я правду сказал. Знаете, Савид Саматович, у вас есть большой потенциал. Главное, есть человечность. Вот помните, как вы сами сказали? Если не ты сломаешь систему, то система сломает тебя. Вот это и случилось с вами. Просто вы не с теми людьми связались. Но я думаю, впредь вы не будете делать таких ошибок. Ну, если, конечно, вернётесь на госслужбу. Не, я не вернусь на госслужбу. Тем более, меня посадят. Хороший ты человек, Азеки. Я тебе удачи желаю. Надеюсь, ты что-то изменишь. Как ты мне всегда говорила. Работай во благо народа. Ну, если, конечно, ты мне это тоже не накидал, тогда я честно офигею от тебя. Ну, я тебе одно скажу. Министры, акимы, чиновники все. Они тоже, брат, не святые. У них там свои тараканы. Да. Ладно. Удачи тебе. Но... Подъезде у тебя с жопой воняет все равно. Давай. О, как раз ты за мной приехал. Давай, удачи. Савец Саматович. Еще увидимся. Рачекал. Рачекал. Только я там чуть позже, по-моему, это сделал. Блин, классно. Классно все-таки сериалы. Концовка классная. И Азамат у нас в итоге стал акимом. Теперь он в саке. Ну, давайте, что, пробежимся чуть-чуть по серии. Очень классно, что показали нам сначала детство. И потом отзеркали ли это. Очень классный момент был в больнице. Такая жизнь, да. Очень классная сцена. И вот... Поначалу я, конечно, понять не мог сначала. Зачем нам показывают детство. Но потом подумал, что, возможно, у нас будет этот... Как называется это? Забыл. Ну, короче, покажут, к чему эта привязка была. Вот. Как все круто сложилось, да. То есть, очень плохо сложилось для... Азамат, Сайд Саматвич, то, что аппаратов и мышцы нету. Водитель был пьяный камер, не было там. И надо было там за того замазать. За того замазали. Короче, отпустили. И это вот все сказывается из-за вот этих дел. То, что он забивал на все. И так далее. И так далее. То есть, получал бабки с этого. Это напоминает все короткометражку. Ой, фильм, по-моему. Фильм Ирины Каратовны. Где тоже был момент про аппарат ИВЛ и то, что там он потерял родителей. Да, отца. Да, отца. Вот. Я вот, ну, просто опасался. Ну, надеялся, что все с ним будет хорошо. И слава богу, по-моему. Ну, слава богу, в этом сериале никто не умирает. Такс. Разговор. Даурен, конечно. Ну, блин, мы все понимали, что что-то будет не то, наверное. Благо, все-таки, ну, про каналы хоть как-то, но вывернул. Но вот этот разговор в машине, это фас. Я такой думаю, блин, по-любому будет что-то ведь, а. Ля-ля-ля. Такая напряженка была, короче. И вот этот помощник Ильяса увидел, конечно, то, что тот что-то, ну, начал волноваться, распереживался. И мне кажется, он ведь даже на руки обратил внимание, мне кажется, ему нужно было притормозить и типа дать Ильясу этот, закрыть рост, короче. Но сам протупил как-то. Может, они не попадали в эту ситуацию, фиг знает. Но в итоге, типа, деньги. Откуда он, интересно, деньги достал? Из сумки? Ну, из сумки, наверное. Вот это фас, фас, конечно. Было очень забавно. Так, парень этой, Баурэм, или как его зовут, Алихан. Я думал, он уйдет. Я думал, он тоже устроит там какую-нибудь сцену и так далее. Но нет, все нормально. На самом деле, прошел проверку на чувства. Все хорошо. Очень классный разговор отца с сыном. Как в первом сезоне было тоже. По-моему, было в первом сезоне, да? Был классный диалог. И тут же, опять же, у нас, правда, уже отец в больнице. Пострадал из-за, опять же, косяков своего сына. Из-за того, что... Да нет, если бы даже он уволил его, тогда уволил бы его просто. Тот бы все равно же спивался бы, наверное. И он бы все равно сел пьяный за руль. И эта ситуация могла произойти. Вот. Но все же, это тот человек. И правильные, классные слова сказал отец сыну. Задуматься прям реально можно. И вообще поменять мнение обо всем. То, что мы приходим в этот мир голыми. И также уходим голыми только совесть и грехи. Вот. Ну и встреча. Это зам же, да, по-моему? Зам Акима. А это помощники зама, получается. Дидар и Азамат. Мне вот казалось интересно, что-нибудь будет, нет? Какой-нибудь плюс. Но не дали слова, короче, Азамату. Просто сразу прервали. Хотя он мог сказать... Да. Короче, как выяснилось, ну мы немного, наверное, предполагали, да, то, что он работает на администрацию. Я уж не помню, если честно даже. Но вроде было такое предположение. Ну и все, и хорошая концовка. Ладно, хоть они и дальше продолжили общаться. Разговаривать. Печально, конечно, то, что его в итоге посадят. И родители еще в больнице. Все это печально, конечно. Вот. Но вообще... Сейчас. Вообще... Саке Все-таки крутой сериал И первый сезон не зашел И более-менее был второй Были, конечно, такие ямы В сезоне Когда было что-то как-то не особо Не особо интересно Какие-то ненужные Как будто были моменты Но в общем и целом все круто В основном все актеры тоже играли Очень круто Многим персонажам верили Какие-то вот проходные там были Там, да, подача была, конечно, вообще стремная Но в общем и целом все круто Печально то, что Канатара так слился Ну Мне казалось, может есть у него делишки какие-то В тюрьме То есть можно было бы заново его показывать Ну не знаю Просто бац и все Его больше нет И как-то неинтересно потом стало Вот Очень долго выходили на Ильяса Мне кажется, если бы серии было меньше Было бы круто То есть в прошлом Сколько было? 16, по-моему, серий Вот здесь тоже, мне кажется, можно было бы Как-то меньше сделать Что еще Этот Саундтрек из 5.32, по-моему, звучал там Когда в больнице лежал В больнице была сцена Прикольно 5.32, конечно, уже не переплюнет И Фиг знает Мне кажется Ну Я, если честно, был бы рад Если бы Этот Сезон Третий Если бы продлили этот сериал И сделали третий сезон Но Мне кажется Они будут смотреть на просмотры И Что-то Просмотры пока Вот Последней серии С 15 Да Даже миллиона нету Нет По сути Нормально, наверное Потому что Они все где-то Сколько Первая серия Первая серия 3 Потом 1.8 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 Ну, по сути, нормально По сути, нормально Есть интерес К сериалу И то, что сейчас Тут На 18.874 Это даже Не так уж плохо Очень круто Потому что У 17.874 Ну, такой Небольшой отрыв Я Буду не против Я буду смотреть Потому что Интересно все-таки Наблюдать Было бы круто, конечно Если бы Саке там появился Тоже Саэт Самат Вич Было бы круто Его увидеть И в дуэте С Азаматом Только не знаю Что может быть Потому что Вроде От главного Уже такого Бандита Избавились И надо будет Что-то новое Придумывать Какого-то Типа Короче Антагонист Какой-то Должен быть Ну вот А может Сам Саке Будет Как вам Сезон Как вам серия Пишите в комментариях Ставьте лайк Этому видео Подписывайтесь На канал Если не подписаны Спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Check it out